МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, братья и сестры! С тех пор, как человек согрешил, поселилась в человеке вражда. И сам для себя он стал тягостен. Вражда теперь между духом и плотью. Плоть воюет над дух, дух воюет над плоть, и оба желают противного и помириться не могут. Такая возникла двусоставность, дихотомия такая в человеке. И святой Дмитрий Ростовский даже такую горькую проповедь однажды произнес, говоря, что в древности неких злодеев страшно казнили. Ежели найдут убийцу, то привязывают труп убитого к убийце, руки к рукам, голову к голове, ноги к ногам, и заставляют носить его на себе, ходить с ним, докуда человек не обезумеет от страха содеянного и от смрада разлагающегося им же убитого трупа. Для чего Дмитрий это говорит? Для того, чтобы, говорит, понял ты человек, что иногда тело твое, твое собственное тело, бывает как будто тобой уж носимым трупом, который тебя же мучает, тебе же пакости деет. Настолько бывает остра вражда между плотью и духом в человеке. Так что апостол Павел говорил, и слова его подтверждаются, что они желают противного, они воюют друг с другом в плоти духа, желают противного и помириться не могут. Необходимо кого-то, кому-то покорить. Либо забить совершенно душу телесными делами, либо душа будет долго воевать с телом, а тело будет страшно долго сопротивляться, и все это длится, покуда жив человек. Это такая некая трагедия человеческая, настоящая трагедия. В канонах, в песнопениях, в стихирах, акафистах православной церкви есть много мыслей, подтверждающих эту бедственную нашу жизнь. Например, в акафисте «Слычайшему Иисусу» вспоминается о том, как Господь Иисус Христос исцелил от беснования дочку некой сирафиникиянки. И там в акафисте говорится, что Господи Иисусе и я не дочь, там не дочерь по-славянски, то есть не дочь, но плоть имею, страстьми бесящуюся и яростью и полимую. То есть у меня есть свое некое беснование такое, не дочка, но плоть моя творит не то, что я хочу, а то, что она хочет, и вот это источник мучения для человека. Также и апостол Павел тот же, в одном из известнейших мест своего послания, сказал, что бедный я человек, человек, что не живет во мне и добавляет то есть в плоти моей доброе, чего не хочу, делаю, что хочу, не делаю. Если же, говорит он, делаю то, чего не хочу, а что не хочу, то делаю, то уже не я делаю, но живущий во мне грех. Павла стоит читать, кстати говоря, стоит читать его послания святые, внимательно молясь ему, сопровождая чтение воззваниями к нему самому. Святые апостоли Павли, вразуми меня, помоги мне, потому что лучше Павла и глубже Павла никто не благовествует Евангелие. И вот, братья и сестры, такая наша вот с вами ситуация. Для того, чтобы ее ощутить, не нужно далеко ходить, нужно просто оценить внутренним взором, окинуть круг нашей жизни. Но что я хочу сказать вам сегодня еще? А вот что. Митрополита Антония Блюма, о котором мы так часто с вами поминаем и благодарно поминаем с любовью, есть следующие слова. В одной из своих лекций он говорит, что нам кажется, что тело давлеет над душой, и когда мы грешим, то это как бы тело втаскивает эту бедную нашу несчастную душу в грехи. Нам так кажется, говорит он. Хотя давайте подумаем. Бывает ведь наоборот. Бывает тело невинной жертвой души. Бывает, что грех угнездился именно в душе, в умной части человека. Именно умная часть подверглась заражению, и теперь уже эта умная часть влечет за собой, как ягня, на грех, на сквер, на какой-нибудь, на какое-то безобразие, уже вот эту плоть, немогущую уму сопротивляться. И знаете, что уму трудно сопротивляться. Как, допустим, можно воевать с телесным врагом, но с мысленным врагом воевать? Боже, сохрани. Как воевать с непобедимым? Так вот, митрополит Антони Блюм говорит, что часто наша душа является источником грехопадения. Она загнивает невидимо, заражается, и потом плоть является лишь рабою греха. Плоть вовлекается в грех умной нашей зараженной, испорченной природой. Вступает ли здесь митрополит Антони в спор с апостолом Павлом? Стремится ли он перевернуть христианство? Боже, сохрани. Он открывает нам некую другую грань, той же самой борьбы и той же самой болезни. Да, действительно, бывает и такое. Когда бывает что, разобраться, может быть, мы сейчас не успеем и не сможем. Но действительно, заражение человека происходит через помысл, через разум. Не для того ли монахи так занимаются очищением помыслов и исповеданием помыслов, и откровением помыслов, потому что вошедший в душу помысл, незаметный, маленький, ну что такое мысль? Впоследствии совершит над тобой телесное изменение, потому что ты телесно сделаешь то, что вначале шептал тебе помысл. Да и жития святых подтверждает нам это. Вспомните преподобную Марию Египетскую. Как быстро умерла на ней плоть. То есть как быстро плоть ее, иссушаемая днем, жарой, ночью, холодом. Плоть, не прикрытая одеждой. Плоть, трясущаяся от страха, потому что в пустыне воют гиены, шакалы, шуршат змеи под ногами. Мало ли что там еще происходит. Бесовские страхования. Плоть, не евшая нормальной пищи долгие годы, 30 или 40 с лишним лет. Эта плоть на ней умерла для греха за год. Уже через год она измученная, изможденная, превратилась в подобие скелета. И о каком грехе можно говорить человеку, который живет такой тяжелой подвижнической жизнью? Вы знаете, есть такой страшный рассказ о ленинградцах, переживших блокаду, о том, как освободившие их советские войска начали их там подкармливать потихонечку. Нужно ж не перекормить, человек умрет, если начнет сразу есть много. Начали там как-то там давать им какие-то горячую пищу по чуть-чуть. Ну и помыть их надо было. Помыть, потому что водопровод в городе не работал все годы блокады. И людей повели в баню. Вы знаете, страшные документальные из кадра такие. Людей не разделяли на мужскую и женскую части. Скелеты без различия пола и возраста непонятно где кто с впавшими щеками, с этими торчащими ребрами. Анатомические атласы такие некие такие. Люди в жутком состоянии без всякого намека на похоть шли с тазиками этими впервые за долгое время мыться горячей водой. Вообще жуть настоящая. Вот человек в таком изможденном телесном состоянии на грех не способен. Но что говорила Мария? Что за сими? Что плоть моя, да, вот умерла за год. Но с мыслями я боролась как с лютыми зверями 17 лет. То есть ровно столько лет, сколько она провела в неподражаемом разврате, она провела потом в тяжелейшей борьбе с мыслями. Значит, правда, братья и сестры, значит, все-таки оттуда оно идет. И потом в плоть приходит. То есть жало в плоть не придет, если не придет жало в мысль. Ведь тот же блуд, то, что в случае с Марией, он ведь был не в теле, он был в голове, был в душе, в сердце. И все это так же и у нас, потому что одинаков человек. Значит, братья и сестры, читая апостола Павла, читая Писание, все это нужно понимать безоговорочно и безусловно. Действительно, наша плоть и наша душа воюют друг с другом. Но нужно понимать также и следующее, что в грехе страшна не плоть. Плотское в грехе не страшно. В грехе самым страшным является духовное. И сам грех родился как духовное явление. Ведь согрешил-то ведь сначала ангел, без блуда и чревообъедения, без пьянства и воровства. Согрешил гордостью. Значит, духовный грех страшнее. И люди первые, человекоубийство совершили, Каин Авеля убил, из духовных побуждений, из псевдодуховных побуждений. Они жертву Богу приносили. И первый мотив убийства была духовная зависть, чья жертва лучше. Это потом уже стали убивать, не знаю, как у Достоевского описывается, там за золотую цепочку барин барина зарезал, или купец-купца, или так далее. Это уже потом все было, когда маховик истории раскрутился, а вначале все начинается с духа и заканчивается плотью. Поэтому будем внимательны к нашей и душе, и к телу. Бывает так, что плоть человек смирил, а от греха не избавился, потому что грех в душе угнездился. Но бывает так, что человек душою бодр и прост, а телом распоясан. И тоже нехорошо. Потому что нужно исполнять то, что опять-таки Божественный Павел говорит. Прославьте Бога в душах ваших и в телесах ваших, которые оба суть Божией. Доброй ночи, братья и сестры. И Бог вам в помощь на добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова